Никогда не видела Лос-Анджелес такими. Запорожье. Стоимостью 30 тысяч долларов с пробегом 3000 километров. Нива на дисточках в Беверли-Хиллз под дождем. 18 тысяч зеленых. А какая ваша повседневная машина? Гелик. Мне предлагали поменять на гелик. Уайзик на гелик? Да. Не продали, да? Нет. Ребята, я приветствую вас на своем канале, как вы уже поняли. Из названия ролика, из моей прекраснейшей Олимпики, видео сегодня будет про советские автомобили. Мы возьмем самый максимум интересного, что может быть в этой теме, советские автомобили в Америке. И кто, и зачем, и почему покупают эти автомобили в Америке? Зачем они там нужны? Вот такой вопрос у меня возник в голове, когда я ехала на первую встречу. Я прямо сейчас увидела машину, которую еду, смотри. Вы, наверное, спросите меня, почему я в пуховике. А я отвечу, потому что мне очень холодно. Здесь плюс 12 градусов, и меня ждут прекрасные два мужчины. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Эдгар, здравствуйте. Сам рад. Очень приятно. Это на самом деле что-то прекрасное тут. Я не буду задавать вопросы пока, откуда она здесь делась. Но, ребят, просто смотрите. Это у нас прекрасный Запорожец. Какой хорошенький, господи, реально. Еще и в наклейках весь. Опа. А запах сохранился? Давайте послушаем. Запах прям сохранился. Аварика тоже работает. Свет. Смотрим. Свет шикарный работает. Как у Porsche 911 прям. Тоже такой лопоглазый, смотрите. Вот это еще кастомизация ваша, как я понимаю, да? Дочка. А, ну она шарит в стиле советском, решила приукрасть. Запорожец 90-го года, 3000 пробега. Конечно, вот это тоже стиль. Вот эта плетеночка тоже есть. На сидении массажик тоже есть. Сзади какой-то альбом лежит. Лос-Анджелес, Калифорния, Америка. Другой континент, мать его. И я вижу Запорожец. И это экземпляр, которых вообще не встретишь здесь, мне кажется. 3000 километров пробега. Он даже на заводской резине. Все это максимально еще раз майндблоуинг. И передо мной русскоговорящие люди, которые рассказывают, почему они купили эту машину. Я его здесь приобрел у одного американца. Легенда гласит, что он в свое время был представителем каким-то в космосе Соединенных Штатов в Москве. И вот эта машина оттуда приехала. Стояла здесь в Вашингтоне. Ну а вы на нем части ездите? Не очень. Не хочется наматывать километры. Заглядываются американцы на такой аппарат? Все заглядываются. Абсолютно все. Запах такой, хороший прям. Работает как часы? Да. You like this car? А в чем прикол тут ездить на старых отечественных тачках? Как я понимаю, вы же можете позволить себе любой автомобиль. А вот такой вот не каждый себе позволит. А вот вопрос цены. Сколько вот такой стоит тут, малыш? Это будет стоить не меньше 35 тысяч долларов. Что? Это я еще буду долго думать, отдавать или не отдавать. Потому что хороших запорожцев сейчас у нас на родине тоже нигде не найдешь. Ни в России, ни в Армении нигде не найдешь. Хороших запорожцев уже нет. Ну вот просто представьте вот этого малыша и рядом шестерку мою поставить. И этот стоит больше, чем моя шестерка. Это прям mind blowing, как здесь любят говорить. А сейчас, дорогие зрители, я вам открою маленький секрет. Оказывается, в Лос-Анджелесе есть островок русскоговорящий. И это small town, in town, который называется Глиндейл. В Глиндейле находится самая большая армянская диаспора Америки. Наверное, 80% армян живут именно тут. В Глиндейле мэр армянин, многие полицейские армяне, даже сотрудники Старбакса, около которого мы встретились, те тоже армяне. Мы армяне, это значит, мы одна семья. Сейчас будем кататься на Запорожце по Лос-Анджелесе. Ой. Нету. Ремней нету. Я буду держаться за торпедом. Никакого ремня безопасности в Запорожце и быть не может. Его там нет. И тогда у меня возник резонный вопрос. А этот автомобиль здесь поставлен на учет? Он вообще зарегистрирован? В Калифорнии очень сложно зарегистрировать машину. Классические такие наши, советские. Очень сложно. Но в других штатах, ради бога, всегда пожалуйста. Поэтому приходится делать так. Идти в обход. То есть в всех штатах как будто копы более лояльные, да? Я ехал в Сейчпи, Калифорния, Гайвей Патруль, проходить. И верификация на 21-й Волге. Это было месяца 4 назад. Вот я эту машину сейчас до сих пор пока еще не смог поставить на учет. Потому что это Калифорния. И мне сам офицер Сейчпи, он говорит, да ради бога, а что ты регистрируешь эту машину здесь? Вывези, говорит, повези в какой-нибудь любой другой штат. Говорит, не видишь, как здесь сложно. Нафиг оно тебе надо. Тебе нужно, чтобы номера были. Зарегистрировали в другой штат. Повези, зарегистрировали, поставь на учет и езди здесь. Это мне говорит сам полицейский. Здравствуйте. Вы любите этот автомобиль? Да. Здравствуйте. Хорошая машина, да? Да, очень. Хорошего дня вам. А в обычные дни вот эта реакция кругом, только вот так. Только так. Никто без различных не проезжает рядом. То есть эта машина радует не только меня, но и окружающих людей тоже. Ой, это кто? БАЗ-2106. Тоже БАЗ, что ли? Тоже. Здесь, в этом дворе у меня еще и мотоцикл стоит. УАЗ до самого акта. Это был легендарный УАЗ. 18 тысяч зеленых? Да. Ох, какой! Это не УАЗ, это УАЗ-ище прям. Здесь от УАЗа только, можно сказать, кузов и мотор. Здесь мосты БТРовские. Коробка передач, раздатка. Это Toyota Land Cruiser. Вообще, я никогда не видела УАЗ у вас в таком состоянии хорошем. Все антикорм покрыто, я смотрю. Никакой ржавчины нет нигде. Хотя, ребят, тут на самом деле влажность достаточно большая. И как часто вы на ней выкатываетесь? Не очень часто пока, но потихоньку сейчас начнем. Ну, это как такое, уважаемый здесь гелендваген советского типа. Мне предлагали поменять на гелендваген тоже не жалко. УАЗик на гелик? Да. Не продали, да? Нет. Ох, лебедка мощнейшая, КамАЗ потянет прям. Вот единственный мотор УАЗовский, инжекторный, полный, full injection. Машина сделана очень умная. О, это что, противо... это шумка такая, да? Шумка, да. С Джокером. Интересно, не видела такого никогда. И сколько пробег у него? 6834 километра. Пробег УАЗика 6800 километров. Ребята, я решила, почему бы не привезти что-нибудь вам из Америки. И это что-то должно быть памятное. И, в первую очередь, должно быть интересно вам. Все смотрели Форсаж, первый, второй, третий. Вот самый ранний Форсаж. Все помнят, в чем ходил Доминик Торетто и его семья. Они входили в таких костюмах из то ли джинсы, то ли вот какой-то очень плотной ткани. Это не просто сшитые костюмы специально под фильм. Есть компания, которая называется Дикис, и она производит эти костюмы до сих пор. И так получилось, что именно эта компания выиграла тендер в начале нулевых годов на костюмизацию этого фильма. И прямо сейчас я приехала на тачке в один из этих магазинов, и хочу купить вам костюмчик конкретно из этого магазина. Короче, ребят, вот есть варик такой взять. L, large, мне кажется, это универсальный как бы. Друзья, если вы хотите забрать себе этот костюмчик, то правила розыгрыша очень просты. Вы просто ставите лайк, просто пишите комментарий внизу и просто подписывайтесь на канал. Это все. Ровно через неделю я выберу счастливчика и отправлю ему костюм. Поехали. Это что за мотоцик? Днепр МТ-12. Этот мотоцикл тоже я купил здесь у американского полицейского. Купы немецких мотоциклов. Я в том, что в военное время, в 40-е годы, немцы на таких мотоциклах. Потом Советский Союз копировал эти мотоциклы и начал его обладать. Этот полицейский вот эти вот легалы приклеил. Вот этот Синкс, если посмотрите, это вот немецкий Синкс, даже свои. В Евгении было написано, что продается немецкий мотоцикл R71. И я на фотографии увидел вот эти знаки. И вот этот значок на запасном колесе. Американцы этому говорят, что за мотоцикл? Он говорит немецкий. Мы договорились, я проезжаю, он мне дает документы, он мне дает даже книжку с магазина. На русском языке. Мотоцикл Днепорт, украинский, киевский автозавод, Димбург. Можешь мне показать, где здесь немецкий что-нибудь? Но суть в том, что я его купил как немецкий. И сколько такой красавчик стоил? 3500 долларов. Но без документов. А такой в России сколько может стоить? 300-350, полмиллиона. Ну, примерно такая же стоимость, как и тут, на самом деле. Но сейчас очень сложно логистика возить сюда. Очень круто. Каково было мое удивление, когда я узнала, что у Самвела были и гелики, и вранглеры. Но он все равно предпочитает ездить на нашем автопроме. Это вообще в голове не укладывается, но это очень круто. И это прям вызывает дикое, дикое восхищение и уважение. Каждый день у тебя есть возможность ездить на самых передовых, новых, баснословно дорогих автомобилях. Не забываем, что 80% американцев ездят на кредитованных машинах. 75-80% людей так делают. Но ты все равно выбираешь иссякать на том, к чему у тебя душа лежит. Например, там на Запорожце, на Ниве, на Уазике, на Шестерке. Кстати говоря, у самого Самвела бизнес по продаже таких классических советских и постсоветских авто. И спрос на такие тачки в Америке просто дикий. Это Запорожец. Нравится? Я на Запорожье. Да. Да, завод прям у меня рядом с моим домом. Что-то родное увидел. Да, да, 100%. Я очень рад. А что вот это такое? Пепельница. А, это пепельница? Ничего себе. Еще удивительно, что у него нету справа зеркала бокового видения. Нету, да. Но вам удобно ездить на нем? Нет. Пользуюсь этим зеркалом. Если вы думали, что самое дорогое здесь это купить, протюнячить или обслужить тачку, то вы сильно ошибаетесь. Самое дорогое кошельку и нервам это растаможить машину и поставить ее на учет. На эту процессию могут уйти не просто дни и недели, а месяцы и реальные года. И мой последний контейнер, который мы привезли, там было 4 машины. УАЗ 469. Это была Нива. Это была шестерка. Вот это красное, что вы видели. И 99-я. Сказали, что УАЗ это российская военная техника. И ВОЗ такой техники в Америку запрещен? Типа будем конфисковывать и все такое. Но, конечно, на бумагах ничего не смогли нам показать. И получилось то, что лишних 2 месяца простое. Сколько стоит доставить один контейнер, допустим, даже с 4 машинами вот сюда? Только за контейнер 12 тысяч долларов. Плюс еще растаможка, плюс оформление, документы и все такое. То есть вы на простое контейнера потеряли 6 тысяч баксов? Ну, да. Если бы вы знали, за сколько здесь ушла чайка с одного аукциона, вы просто прифигейте. 140 тысяч долларов. 140 тысяч зеленых, ребят. Около 14-13 миллионов рублей. Чайка. И там нету 2 джейзета внутри. Там просто вот она, Ориго заводит. Она в стоке, да. Растопик. Короче, думала я, что это настоящая М5-60. Вот это что такое тут? Короче, это самопал какой-то. Блин. Но зато значок прям, типа, вот как будто да. Да, это обычная пятерка. Все, спидометр полностью подтвердил все наши прогнозы. А нет, тормозник. Эх, блин, а мне так хотелось бы услышать ее звук здесь. Кто помнит, как я разъезжала на М5-ой? Оставьте комментарий. Давайте я вам покажу, как выглядит Беверли-Хиллз в дождливое время года. Неожиданно, да? Вообще не похоже. Коротко о том, как работают экстренные службы в Калифорнии. У нас тут льет дождь где-то часов с 12, наверное. Сейчас тачке прислали сообщение. Ожидается наводнение с 3.41 до завтрашнего дня, до 12 часов, прикиньте. Короче, очень жесткий дождь. И именно сегодня я решила снимать для вас контент, связанный с нашими тачками. Я надеюсь, вы это цените. Если цените, дайте мне знать пальцем вверх. Мне будет очень приятно. Думаю, эта нелетная погода не помешает вам чуток подофигеть от увиденного. Это Нива на тесточках в Беверли-Хиллз под дождем. Это просто удивительный кадр. Просто Нива по Беверли-Хиллз лидерам. А сейчас я познакомлю вас с окопом. Если бы не он, то, возможно, это видео бы и не случилось. Потому что именно благодаря ему я познакомилась с Самвелом, которого вы знаете как владельца Запорожца. И его же друзья сейчас приехали на Ниве. И, как ни странно, на армянский номерочек. Теперь ты будешь рассказывать про машину. Все, 60 тысяч. Нива за 60 тысяч, хотите? А такая музыка в принципе с ней идет в придачу, да? Да, да, да. В комплектацию. Роллс-ройс просто стоит в сторонке. Просто офигеть. Рулище переделанное как будто, да? Да. Со вставочками. Вообще, black. Так, сиденье, спорт, ковши. Сразу видно. А диски какие? Вы только зацените этих патриков. Она еще на пружинах, да? На пружинах. И тут армянские набираются, само собой. Синоновые пары, которые в Америке запрещены. Я не знаю, как они до сих пор на них катаются. Видимо, копы боятся подходить к этой машине. Видимо, да. Ребята, кажется, я впервые увидела нецветущую Ниву. А все потому, что она 21 года выпуска. И у Вартана, ее владельца, она занимает особое местечко в его сердечке. Он гоняет на этой белоснежной Ниве каждый день. И про Гелик забыл. И знаете, я охотно верю, что если надо будет, то он выложит за эту Ниву 100 тысяч баксов. И даже брови не поведет. И знаете почему? Для мигрантов, которые когда-то покинули свою родину по своим личным причинам, такого рода автомобили – это одно из ярчайших напоминаний об отечестве, о былых временах и, возможно, о семье и друзьях, которые остались там. А за такое, как вы понимаете, любые деньги можно отдать. Нет, цена. Если 100 тысяч я бы дал, если 200 тысяч я бы дал. 100 тысяч за Ниву? Да, конечно. То есть ни Гелик, ни какая-то другая машина иномарка. Нет, не Гелик. Все вот именно… Этот и Гелик. А, этот и Гелик. А какая ваша повседневная машина? Гелик. Почему-то я так иду. Это прям вот так, прям вот так. А вас копы останавливали на этой машине? Да. А рассказывали, есть бумага вообще в этой машине? Это что? Это какая-то машина? Это мини-купер, да, мини-купер это. Это мини-куперы для них? А они так думали, но я сказал, что это русская машина. А, сказали, езжай с Богом. Отпустили, да? Понятно. Оригинальные номера. Типа звонить, алло, 01022, да? Алло, это типа Armenian League. Ну, можно что угодно придумать, то да. Получается, у нас в Армении вот такие номера. Две цифры, две буквы, три цифры. Я ни разу не видела на Ниве такой девственно чистой, новой резины. Смотрите, какое пространство просто. Сюда можно поставить две мои руки. Сабвуфер огромный еще. Ну, конечно, перспектива на звездное небо просто потрясающая. А много на нее внимания обращают на дорогу? Очень много. Прям все сигналы-то и внизу, да? Американцы тоже любят это. Это для них маленький такой, знаете, есть гель. Для семьи они любят машину. Запасочка, как всегда, есть у нас. Карбюратор где-то там. Тысяча тысяч, тысяча двести стоит фар у нас зеленых. Потом звездное небо стоило поставить тысячу баксов. Всю акустику, включая задний саб, стоило поставить четыре или четыре с половиной тысячи долларов. Амплифайер здесь стоит, амплифайер здесь, это усилитель. Тюнинг обошелся в 20-25 тысяч долларов. Покупка машины обошлась в 15 тысяч долларов. Да, то есть транспортировка вам вышла еще 20 со всей таможни. И регистрация. И регистрация. 20 тысяч долларов, о господи. Люди, которые смотрят, говорят, зачем вам это надо? Они не понимают, что это просто кайф, удовольствие. Не важно, сколько это стоит, а важно, какие ощущения, когда ты на них катаешься. Коротко о том, в каких погодных условиях мы сегодня снимали. Это просто жесть. Я никогда не видела в Лос-Анджелесе с такими. Просто Лэй плачет, что я через день летаю. Просто. Улицы затапливают водой и канализация не справляется. Ну что, ребят, подошло это видео к концу. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам оно очень понравилось. Если да, то ставьте палец вверх, пишите комментарии и не забывайте участвовать в конкурсе. Я вас сильно обнимаю. Перейдите себя. Пока-пока.